Друзья, я приветствую всех на канале Садовый Гид, с вами я, ваша Лариса Зарубина. Сегодня у нас тема болезни огурцов. Сегодня я хочу до вас донести, как выглядят эти болезни. То есть все условно болезни огурцов можно поделить на три больших группы. Первая группа – это вирусные заболевания, вторая группа – бактериальные заболевания, и третья группа – это грибковые заболевания. Начну с самой страшной, убойной болезни, которая не лечится. Вот предлагаю вам ее запомнить. То есть я предлагаю вообще вам запомнить, как выглядят бактериальные и как выглядят вирусные болезни. Все грибковые заболевания, друзья мои, мы их вылечить сможем. То есть мы их сможем предупредить. И тогда они у нас, даже если на начальных стадиях, вот вовремя, если мы их поймаем, не раздумывая о том, какое заболевание, как оно лечится, лечатся грибные заболевания, грибковые заболевания всем одним и тем же способом. Поэтому, друзья мои, запоминаем сразу для себя, вот пусть в вашей голове отложится картинка самого страшного. Это вирусное заболевание, вирус огуречной мозаики. Сейчас вы видите на экране, как он выглядит. На первых стадиях он очень напоминает хлороз. Вот неопытный садовод может сразу заподозрить, что это хлороз, и начнет поливать хелатом железо. Но могу сказать так, что все равно болезнь себя покажет. И вот если вы увидели вот такую картинку, как вы сейчас видите на экране, все, друзья мои, не ищите в интернете информацию о том, как вылечить от вируса. Огурцы – это не многолетняя культура. Срок жизни у нее короткий. Смысла нет на то, чтобы пытаться вылечить огурец. Вирусные заболевания не лечатся. Вы потратите драгоценное время, почва у вас еще больше заразится, может заразиться вообще все огурцы у вас, которые есть на участке, и получится полная ерунда. Урожая вы с него все равно, хорошего с этого огурца не получите. Даже если вы там будете молоко с медом, как мне пишут, а можно молоко с медом? Да пожалуйста, но результата все равно не будет. Поэтому, друзья мои, не теряем время. Увидели такую картинку? Долой. Долой почву на этом месте, где рос огурец, проливаем фитоловином. Это биологический препарат. Нам нужно продезинфицировать то место, на котором он рос. Следующее заболевание – это бактериального характера. Он так и называется – бактериоз. Вот его тоже вы должны запомнить. Вот эта болезнь коварная. Быстро очень погубит огурцы, и бороться с ней крайне-крайне тяжело. И я считаю, что то же время на борьбу с этой болячкой не стоит тратить. Если вы уже увидели такую картину, лучше избавьтесь от такого огурца. Потому что время потеряете, урожай все равно не получите хорошего. Итак, как выглядят пятна? Пятна на листьях, темно-коричневые. С обратной стороны, вот я даже не могу описать, это что-то такое неприятное на ощупь. Дальше болезнь, когда развивается, остаются одни прожилки. На самих зеленцах язвы, пятна, огурец маленький, весь в вот этих язвах, слизистых таких, мягких, неприятных. То есть зрелище, сразу понятно, что здесь что-то не то, не грибкового характера. То есть вот такие глубокие, мягкие на общий, неприятные. Это бактериоз. Картинку вы сейчас видите. Что делать? Лечение сложное и химическое. Однопроцентная бордовская смесь. И не один раз. Или другие препараты на основе меди. Но бордовская смесь здесь работает лучше. Поэтому бордовская смесь один раз, через 7-10 дней еще раз. Если болезнь не отступает, удаляем, почву проливаем фитоловином. И не один раз. Желательно даже бы с интервалом после него пролели, прошло месяц-полтора, еще раз пролейте. Потому что болезнь может еще поднять голову. Следующая группа – это грибковые заболевания. Друзья мои, грибковые заболевания, еще раз повторяю, мы вылечить сможем. Но самое главное – не лечить тогда уже, когда болезнь так уже бушует, что вам придется уже включать не только химию, а уже фактически отрывать и листья, и все. Самая главная наша задача по лечению грибковых заболеваний – это предупреждение. Предупреждение и предупреждение. Что способствует развитию грибковых заболеваний? Это влажная, сырая погода. Холодно когда. Вот тут прям им так комфортно. Они прям-таки поднимают голову. Особенное внимание с восклицательным знаком у кого теплица. Вот там им еще больше раздолье. Здесь в открытом грунте все равно как-то движуха есть. В теплице это закрытое пространство. То есть даже если вы и проветриваете, все равно там влажность другая. Поэтому, друзья мои, если вы увидели любые пятна на листьях, любые, любого характера, как выглядит самое страшное, я вам показала. У вас картинка должна быть всегда в голове. То есть чтобы вы страшное все сразу заметили. А все остальное – это грибкового характера. А раз грибкового характера, увидели, берем препараты, дальше по ролику все распишу лечение как и начинаем действовать. А вообще я вам советую так. Лето в этом году в каких-то регионах жаркое, в каких-то дождливых, в каких-то холодное. Поэтому не ждем. Как правильно ни одна подписчица написала, что в этом году мы ведем неравный бой за урожай. Вот это тоже прям вот не добавить, не прибавить. Поэтому берем препараты и обрабатываем каждые 10 дней. Я говорю сейчас про биопрепараты. Про химию, конечно, каждые 10 дней точно обрабатывать не надо. А то вы мне такие молодцы. Листья все поудаляли при формировании огурцов. Рассказывала вам, когда пишут мне очень много, ну это так, отступление небольшое, пишут. Удалили все листья. Боже мой, я уже в шоке была. Думаю, ну как же так, как же так же. Вроде бы все проговорила. Поэтому, друзья мои, химические препараты каждый день, каждые 10 дней не используем. Биологически – да. Из грибковых заболеваний выделяется, наверное, выбивается из общей картины. Если у всех остальных пятна, то здесь фузариоз – грибковое заболевание, но выбивается из общей картины. Как он выглядит? Листья висят как тряпочки. Вот весь день заходите в теплицу, особенно он в теплицах коварствует. Заходите в теплицы, они висят как тряпочки. Все вниз. Вот так. Висят, висят, висят. Вы думаете, не хватает полива. Начинаете усиленно поливать, тем самым поднимая влажность. Все. Болезнь еще хуже начинает, быстрее развиваться. Увидели вот такие тряпочки? Ночью они все восстанавливаются. Наступает день, опять висят как тряпочки. Появляются зеленцы, лист сразу засыхает, плеть засыхает. Все. Это и есть фузариозные заболевания. Приходит это заболевание, потому что сейчас спросите, как оно распространяется? Семенами. Вот я вам, когда мы сожили с вами огурцы на рассаду, я всем говорила, обрабатывать, обрабатывать, обрабатывать. Ну, почему-то все так мимо проходили этой процедуры. В результате вот болезнь это свирепствует. Обрабатывать, семена обязательно и почву. Если у вас уже однократно было такое заболевание, почву обязательно лечить. Лечить посевом седиратов, путем проливов, различными бактериальными препаратами. На основе триходермы. Прекрасно. Оздоровитель почвы. Я вот здесь вот вам взяла. Комплекс БТУ. Прекрасно будет сорвавляться с этой задачей. Все препараты на основе триходермы замечательно помогут вам оздоровить почву. И в том числе и различные фитоспорины тоже нам помогут. Поэтому, друзья мои, заболел, лечим. Следующее заболевание это корневые гнили. Оно тоже выбивается из общей картины пятен на листьях. Это корневые гнили. Как лечить? Здесь уже я про корневые гнили на протяжении всего сезона неоднократно рассказывала. Друзья мои, если у вас уже это заболевание однажды было, при посадке обязательно препараты на основе триходермы в почву, при посадке около каждого кустика положите таблетку глиоклодина. Вы мне писали, что-то очень дорого, Лариса, глиоклодин. Ну, а семена-то в этом году, вообще семена-то недешевые. И жалко, столько трудов. Мы с вами фактически с апреля месяца ходим, выращиваем, холим и лелеем рассаду. И тут вот из-за того, что просто, ну, дорого одну пачку купить, она стоит 70 рублей. Ну, я не знаю, тут уже решать вам. Можно, конечно, проливать препаратами, которые я дальше сейчас все вам полностью лечении по всем болезням грибком распишу. Так, ну и, конечно, пераноспороз. Это ложная мучнистая роса. Как выглядит настоящая мучнистая роса, я на ней даже останавливаться не буду, потому что ее все-все-все знают. Лечение с ней точно такое же, как и с обычной мучнистой росы, которую мы с вами лечим на смородине и на всех крыжовниках. То есть это белый налет на листьях. Ее тоже ничем не спутаешь. И вот следующее, это пераноспороз. Как он выглядит? Желтые, на экране сейчас видите, желтые пятна начинаются. Распространяется очень-очень быстро. Болезнь, вот если вы не пресечете на начальных этапах, быстро погибнет растение. Поэтому, еще раз повторяю, увидели что-то вам не нравится, нечего раздумывать. Надо сразу лечить растение. Следующее грибковое заболевание приблизительно выглядит все одинаково. Кладоспориоз, альтернариоз. Там их много. Даже перечислять. Вот если я сейчас буду перечислять пятна на листьях, такие-таки, вы уже после третьей болячки уснете прямо-таки рядом с телевизором. И скажете, все, надоело, выключаем. Поэтому, друзья мои, все они приблизительно имеют пятна на листьях разной конфигурации, разной формы. Суть не в этом. Суть в том, что, еще раз повторяю, грибковые заболевания лечатся. Эффект от лечения наступает стопроцентный, когда мы захватываем в самом-самом начале. Теперь, чем лечить? Если вы, так же, как и я, только биологические препараты в продуктовой грядке, тогда увидели пятна, не ждите, берем аллерин с гомоиром по две таблетки на литр воды, добавляем туда сразу фитоверм и битоксибацилин. Вы мне скажете, зачем от грибковых заболеваний против вредителей? А затем, друзья мои, что вредители, они чувствуют заболевшее и ослабленное растение. И они уже знают, что у него иммунитет снижен. Поэтому здесь им раздоли. Они прямо-таки сразу, вот если есть болезнь, можно поставить знак «равно», через немножко времени появятся обязательно вредители. Поэтому не ждем, начинаем сразу комплексную защиту. Тем более, это биопрепараты. Каждые 5-7 дней, если идут дожди. Если у вас дождей нет, если растение заболело, тогда каждые 10 дней, не меньше 10 дней, берете поляривизатор или нашу умницу любимую, 5 минут, любую плантацию можно обработать. Обрабатываем не только вот здесь сверху, но и поднимаем листья с нижней стороны. И это обязательное условие. Так, еще раз повторяю. Алирин с гаммайром по 2 таблетки, плюс туда битоксибацилин, плюс туда фитоверм. Всем этим обрабатываем. Хороший результат, мне понравился. Еще раз рассказываю. Серебромедин отлично проработал. Фитоспорин. Задавали вопрос. Лариса, как фитоспорином пользовать? Разводите маточный раствор и начинаете обрабатывать прям-таки по листу. Маточный раствор разводится 1 к 2. Сохранится полгода. Потом дальше по схеме. Там для разных культур разная дозировка. Ну, положите 2 столовых ложки. Вреда не будет. 2 столовые ложки на ведро. Там мне пишут. Производитель пишет 1 столовую ложку. Друзья мои, ну это биопрепараты. Чуть-чуть покрепче делаем. 2 столовые ложки на ведро и проливаем почву. Так, если корневые гнили, я уже сказала, препараты на основе триходермы. Еще один есть такой маленький секретик. Если корневая гниль у вас постоянно есть, вы уже знаете, что может случиться. Нет глиоклодина. Дорого для вас. Берем фитоспорин, только не пасту, порошок и в зону корней. Прямо где стволик. Уже сейчас свои не буду трогать. Они у меня тут переплелись, их надо подвязывать. Берем фитоспорин и подсыпаем под каждый стволик. Все. Он уже будет работать в зоне корневой. Если у вас и фитоспорина нет, тогда некоторые садоводы, такие опытные уже, делают болтушку. Известь гашеную разводят и замазывают низ ствола огурца вот сантиметров на 5-7 вот этой вот болтушкой от корневой гнили. Ну, я все-таки за биопрепараты, давайте все-таки мы с вами или фитоспорин, или же триходермин, трихоцин, то есть проливать будем землю. Все. И глиоклодин под корень. Это по биопрепаратам. Дальше пошли. Комплекс БТУ. Начинаем с этого пузырька. Оздоровитель почвы. Он так прямо называется. Оздоровитель почвы. Комплекс БТУ. Сколько разводить? 15 грамм на 10 литров воды. И проливаем почву. Это оздоровитель почвы. То есть там содержатся бактерии, которые вступают в конкурентную борьбу со всеми патогенными микроорганизмами и подавляют их жизнедеятельность. То есть все болезни, которые могут прийти из почвы, включая корневые гнили, БТУ, оздоровитель почвы, справится на раз, два, три. Только, друзья мои, основное условие каждые 7-10 дней. Ну, здесь, мне кажется, несложно. Огурцы мы все равно поливаем. Добавили крышечку и все. И защитили. Теперь по листу. Предлагаю сразу вам сделать коктейль. Вот так, с липосамом. Начну с этого. Биозащита от болезни. Прямо так написано. Биозащита от болезни, биокомплекс БТУ. К нему добавляем удобрение. Универсальное живое удобрение, биокомплекс БТУ. Все. Это и защита, и питание. Здесь содержится полный комплекс азот фосфор калий. То есть необходимы. Дальше содержатся гормоны роста, микроэлементы. И плюс еще молочнокислые бактерии, что очень любят огурцы. Здесь полноценная защита от всех фактических заболеваний, которые могут к нам прилететь. Поэтому, друзья мои, вот так и кормим, и защищаем. Ну, скажу так, можно один раз с защитой, один раз с кормлежкой. Вот так соединить. Если у вас, к примеру, дожди идут в открытом грунте, добавляйте липосам. Липосам безопасный, прилипатель. Не вступает в реакцию ни с какими удобрениями, ни с какими химикатами, ни с какими биоудобрениями. То есть это нейтральная среда. Помогает нарастению, то есть закрепиться вот этому всему прекрасному питанию. И, конечно же, если дожди, то чтобы это не смывалось и поливом тоже не смывалось. Поэтому вот это защита. Как разводить? Колпачок. Вот здесь 500 мл, если вы взяли бутылочку, вот колпачок как раз на ведро воды. И вот эта пачка уже тоже рассчитана, дозирована. То есть здесь вот инструкция хорошо прописана. Поэтому соединяем, добавляем липосам, все пробрызгиваем. Каждые 7-10 дней это у нас будет защита. Причем, вы знаете, можно не только для огурцов. Это можно и брызгать и кабачки, и томаты, и перцы. Это все абсолютно безопасное удобрение. Поэтому, друзья мои, кто пользуется, кому уже, кто знает прелесть этого удобрения, пожалуйста, вперед. Так, теперь еще один момент. Забыла сказать. Если у вас огурцы, к примеру, холодно было, вы начинаете делать биозащиту. Видите, что плохо огурцы, ну слабенькие, холодно было, наоборот жарко. Тогда к ним любой стимулятор. Ипин есть? Ипин. Если ипина нет, тогда 2 грамма янтарной кислоты под корень проливайте. Это будет стимулировать развитие огурца. То есть он вздрогнет сразу, начнет, пойдет в рост. Здесь уже гормон роста есть. То есть если уже вот это применяете, ни ипин, ни янтарную кислоту не нужно. Здесь уже все есть. Так, это по биологической защите. Ну а теперь для тех, кто любит похимичить, друзья мои, у вас все просто. От болезни у нас идет 1% бордовская смесь. Она универсальная. Скажу так. Если у вас пероноспороз или корневые гнили, вам поможет Привикур Энерджи. Привикур Энерджи, несмотря на то, что препарат такой хороший, срок ожидания у него все равно есть. Правда, срок ожидания радует, радует. Один или два дня, но лучше два дня выдержите. Прекрасно помогает справиться с пероноспорозом. Причем я бы вам советовала даже и проливать почвой. То есть, ну, на всякий случай. По верху и по низу пролейте еще и почву. Так, ну а из таких еще химических препаратов, любые препараты на основе меди. Можно хом, оксихом. Если это мучнистые росы, то можно тогда скор, топаз, по схеме. То есть, как напишет производитель на обратной стороне пачки. Потому что дозировка у всех на пачках разная. Поэтому целенаправленно не называют. Переворачивайте пачку и читайте инструкцию. Я не знаю, потому что какую вы пачку. Мне писали, почему не называют дозировку. Потому что я не знаю, какую вы пачку купили. Там может один миллилитр быть, а может быть два. А может быть четыре. А я вам скажу, лейте один грамм или всю пачку. А вы вылейте и все сожжете. Поэтому, друзья мои, читаем инструкцию. Из химических препаратов борьбы с вредителями. Это, конечно же, октара наша традиционная. Спрашивали, можно ли фанон. Да, пожалуйста, можно фанон. Уже разницы никакой нет. У тех и у других препаратов большой срок ожидания. Поэтому, друзья мои, прежде чем применять, глубоко подумайте. Потому что огурцы точно вам долго не придется есть. Тогда смысл прызгать. Поэтому давайте мы уже лучше будем работать с вами биопрепаратами. Тем более, они хорошо работают, когда особенно в самом начале. Все, я прощаюсь с вами. До новых встреч на канале Садовый гид. Всем пока, друзья мои. И хороших вам огурцов, урожаев.